Здравствуйте! В эфире программа «Круглый стол». С этого года в Чувашии ввели новый вид поддержки малообеспеченных семей – социальный контракт. Что это такое? Кто и для чего может получить помощь от государства? Об этом мы сегодня поговорим за нашим условно-круглым столом. Прежде всего хочу представить участников нашей программы. Лариса Ивановна Гайдаш, директор Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии. Виктор Михайлович Ковалев, заместитель директора Центра занятости города Чебоксары. Валерий Леонидович Шимин, директор учебно-методического центра «Аспект». И Инна Всеволодовна Ильина, тот человек, который заключил социальный контракт, и на своем примере может рассказать, что это такое. Лариса Ивановна, первый вопрос, наверное, к вам. Что такое социальный контракт и с кем он заключается? Социальный контракт – это государственная социальная помощь, которая оказывается малоимущей семье либо малоимущему одинаково проживающему гражданину. Для этого необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения и заключить социальный контракт между отделом социальной защиты населения и гражданином, который обращается. Целью социального контракта является выведение семьи из трудной жизненной ситуации, то есть повышение его доходной части. Для этого проводится несколько мероприятий, в частности, это по поиску работы, по прохождению профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования. Дальше, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. И одно из самых популярных мероприятий – это прямые выплаты, которые осуществляются гражданам, зарегистрированным в отделе социальной защиты населения в качестве малоимущих. Кто выбирает мероприятие? Ну, это, скорее всего, совместно, потому что, когда гражданин обращается в отдел социальной защиты населения, то с ним проводится беседа, оформляется лист собеседования, и уже в ходе выясняется, на какое мероприятие он хотел бы заключить контракт с отделом социальной защиты. Виктор Михайлович, малообеспеченные семьи – это, скорее всего, кто-то в семье безработный, и они чаще обращаются, наверное, к вам. Вот как они узнают о социальном контракте? Вы предлагаете им, рассказываете, или они уже изначально подходят с предложением заключить такой контракт? Ну да, они могут как обратиться как к нам в Центр занятости, так и в отдел социальной защиты. Здесь наши специалисты проводят консультации с этими гражданами, обратившимися, и, соответственно, выясняют их потребности, и выясняют, возможно, подходит он под категорию малоимущих граждан. Если он говорит, что да, возможно, он подходит, то мы предлагаем им обратиться в отдел социальной защиты, чтобы уже получить категорию такую «малоимущая семья», подать комплект документов, и, соответственно, после этого уже гражданин выбирает, например, направление трудоустройства, приходит к нам, мы его регистрируем в Центре занятости, или вначале мы можем его зарегистрировать в Центре занятости, потом направить в отдел социальной защиты. То есть это не принципиально. Поэтому работаем с ним до окончания, так скажем, этого мероприятия, до его трудоустройства. И после трудоустройства этому гражданину еще дополнительно выплачивается по условиям соцконтракта 10 134 рубля дополнительно к заработной плате, которую он получает на предприятии. А много вообще в республике семей, допустим, из тех, кто стоит у вас на учете как безработный, ноги подходят под эти параметры? Ну, на сегодня заключено уже более 2000 социальных контрактов. Всего запланировано в этом году заключить социальных контрактов 3800. Заключено более 2000. И из них по направлению оказания помощи в трудоустройстве заключено 405 контрактов. По направлению оказания помощи в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности заключено более 60 контрактов. И по профессиональному обучению 45 контрактов заключено. Можно чуть-чуть добавлю еще. Плюс к этому еще заключены у нас по прямым выплатам 1502 соцконтракты. Это самое большое направление. По этому направлению у нас могут заключить контракт со следующими гражданами. Это в семье, если есть два инвалида, то есть мама-папа, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Кроме того, инвалидность у обоих несовершеннолетних и неработающих супругов, которые... Ну, пара неработающих инвалидов. Дальше. Наличие у детей... Наличие детей у лиц, не достигших 18-летнего возраста. Кроме того, инвалидность у одиноких неработающих граждан. Потом многодетные семьи, которые имеют четырех и более детей. И мама, которая воспитывает. Или папа. Один родитель, воспитывающий двоих и более детей. Вот, то есть основные вот эти вот категории граждан, которые у нас попадают на прямые выплаты, 10 134 рубля. Я так понимаю, прямые выплаты, они получают деньги. Они должны отчитываться, на что тратят эти деньги? Да, конечно. Они должны отчитываться. Это нормативными актами предусмотрено. То есть по истечении квартала они предоставляют отчетность в подтверждении того, куда были потрачены эти деньги. А на что можно потратить? Ну, это в основном больше, наверное, 50% из потребительской корзины они направляют на продукты. Лекарства, естественно, коммунальные услуги и плата, допустим, за те же самые садики. То есть каких-то ограничений нет? Ну, в основном это вот отчет составляется именно по потребительской корзине. То есть по предметам первой необходимости. Либо затрачиваются денежные средства на то же лечение, либо приобретение каких-то жизненно важных товаров, продуктов. В любом случае главная цель социального контракта – это трудоустроить человека. В вывести из трудной жизненной ситуации, трудоустроить для того, чтобы он в дальнейшем работал, и семья имела свой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, естественно, выше. И один из методов трудоустроить – это дать человеку получить какую-то дополнительную профессию, да, Валерий Леонидович? Не обязательно дополнительную. Главное, чтобы эта профессия была востребована на рынке труда сегодня. В этом наш учебно-методический центр как раз и участвует, проводя переобучение граждан по рабочим специальностям, по специальностям среднего звена. В настоящее время у нас проходит обучение четыре человека по социальным контрактам. Сейчас это направление подготовки, бухгалтерский учет и учет торговли. Планируется в ближайшее время у нас открытие групп ШВИ. Флористы будут, вот интересное направление в августе. Веб-дизайн будет, так что любой желающий, обратившись в Центр занятости или в Центр социальной поддержки, может рассчитывать на переобучение в наших стенах. А вот как они выбирают профессию? Вы формируете какие-то группы, исходя из вакансий в Центре занятости? Или они сами выбирают, что вот хотели бы получить вот эту профессию? Ну, в первую очередь, конечно, человек сам выбирает, какую бы профессию он хотел получить, исходя из тех специальностей, которые предложит рынок труда. То есть в Центре занятости за этим четко следят, и обратившись в Центр занятости человек может узнать, с какой вероятностью он по этой профессии трудоустроится, или по этой профессии, и исходя из этого для себя сделать выбор, какую профессию он хочет получить. А вот интересно, у нас же много, да, программ государственных, которые позволяют получить дополнительное образование. Вот это вот, профессии, они меняются? Потребность в профессиях меняется? Допустим, три года назад? Сейчас? Или это одни и те же профессии? Потому что, допустим, служба занятости все время говорит, что вакансии на эту профессию, то есть переизбыток этих профессий. В принципе, профессии, они не меняются. Их конечное количество профессий, которые действуют в нашей стране. Другое дело, что сегодня нужна такая профессия, завтра нужна другая профессия. Не секрет, что у нас в Чувашии постоянное количество производственных предприятий, и они заказывают сегодня, скажем, швей, а завтра закажут флористов. Поэтому месяц на месяц не приходится. Мы стараемся чутко отслеживать запросы центра занятости и открывать такие направления подготовки, которые именно сегодня востребованы. Инна Всеволодовна, у нас тот человек, который заключил социальный контракт. Инна, хотелось бы узнать, сложно было, легко? Куда обратились? Откуда узнали о том, что можно участвовать в этой программе? Узнала я через телевизор, телевидение. Так, потом я сразу же пошла в отдел соцзащиты. Я уже являюсь малоимущей семьей. Моя семья малоимущая. Мне там подробно все рассказали, объяснили, что нужно делать. Я собрала все необходимые документы. А много было бы тут этих документов? Нет, не много. Свидетельства недвижимости, вот справки о доходах уже у меня я предоставляла, я малоимущая. Свидетельства, я даже уже не помню, что там было. Справка о составе семьи, наверное, была. О составе семьи, да. Тем документы, подтверждающие факт вашего владения жильем, движимости и недвижимости, да? Ну, это те документы, которые вот лежат у нас на готове. То есть их не надо собирать там? Не надо, да, они все дома практически были. Потом я вот подписала, рассмотрели вот мое заявление, одобрили, подписала контракт. Какое направление вы выбрали? Я трудоустройство. Когда я пошла уже вот в Центр занятости на перерегистрацию, как обычно же мы ходим, мне сказали, что в Центре занятости, ну, требуется сотрудник. Я подумала, почему бы и нет, попробую. И меня взяли. Я сразу же трудоустроилась, как подписала контракт. Было легко, просто. В итоге какую помощь вы получили от государства? В итоге плюс 10 тысяч 130 рублей к моей зарплате. То есть вы получаете в Центре занятости зарплату? Кроме этого еще и отдела социальной защиты населения, то есть Центр наш, осуществляет ежемесячную плату 10 тысяч 134 рубля. То есть вот... Это ощутимая польза. Да, ощутимая польза. В течение какого времени? Ежемесячно. До конца года. До конца этого года. То есть соцконтракт у вас заключен до какого было? В феврале заключила до конца этого года. До 2020 года. То есть ежемесячно, начиная с февраля месяца, до 31 декабря этого года, ей будет выплат осуществляться каждый месяц. По 10 тысяч 134 рубля. Я знаю, что в рамках этого проекта помощь от государства получают не только те, кто с кем заключает социальный контракт, но также и предприятия, которые берут по стажировку. Да, которые осуществляют стажировку. Мы им тоже до 9 месяцев осуществляем выплату. Выплата эта составляет, значит, МРОД, то есть 12 130 рублей плюс идут страховые взносы, и того сумма составляет 15 769 рублей. Стажировка у нас проходит, вернее, стажировка на предприятии проходит до 9 месяцев, поэтому предприятия в течение вот этих трех, четырех, пяти до 9 месяцев получают вот эту вот сумму, 15 700. То есть это касается тех предприятий, вот Инна, допустим, пришла, она сразу трудоустроилась, и ее организация получает? Она стажировку здесь не проходила, она по другому направлению, то есть она выбрала другое направление, это трудоустройство. В этом случае, то есть она получает заработную плату от центра занятости и плюс еще 10 134 рубля. А это касается предприятий тогда тех, кто после обучения, да? Да, после обучения, после группы обучения. Вот если бы человек пришел к нам, обучился бы, при этом он получал бы стипендию во время обучения. После нашего обучения человек устроился бы, скажем, на агрегатный завод. Тогда бы завод получал. На агрегатном заводе он бы получал заработную плату, соответственно, агрегатный завод еще за него получал бы компенсацию в размере 15 тысяч за стажировку. За то время, пока человек стажируется. Как только он отстажировался, человек стал бы получать полноценную заработную плату, но тут уже завод от стажировки денег больше не получит. Ну и предприятиям, получается, стимул брать к себе молодых, обучать их. А куда? Предприятия сами подходят к вам? Или вы их как-то отбираете? Я могу немножко дополнить, да. Центр занятости в текущем году занимался активной информационной, разъяснительной работой, в том числе и с предприятиями. Было направлено предприятиям республики более тысячи предприятиям информационные письма о том, что они могут участвовать в данной программе. В том числе по своим работникам они могут участвовать. Что значит по своим работникам? Ну, они имели право, те же самые работники, проверить сначала свое право в качестве малоимущего зарегистрироваться, а потом уже вот... Могли обучиться и проходить стажировку у своего же работодателя. Вот. Такая возможность тоже есть. А много предприятий откликнулось? Ну, достаточно много, но вот я уже цифру привел, это... По профобучению 45 человек у нас направлено пока. Это недостаточно. Еще у нас сколько мы должны направить? Мы должны, значит, освоить в этом году по количеству отношений это 550 соцконтрактов заключить. То есть мы пока заключили вот 45. Надеемся, что еще заключено будет несколько контрактов. Ну, не так много получается. Это пандемия помешала? Да, это влияние пандемии все же, потому что, ну, такая ситуация, что и граждане... То есть с осенью, допустим, да? Когда все это стихнет... Учреждения работают пока в закрытом режиме, так скажем. Прием осуществляется дистанционный. Работаем дистанционно с гражданами. Поэтому немножко спад такой. Это не касается обучения. А как вот происходит обучение сейчас? Мы сейчас освоили дистанционное обучение. Пандемия в этом мышный толчок дала всему, всей отрасли образования. В том числе и мы производим обучение дистанционными технологиями. А как можно, вот вы назвали флористы, швей, и как они могут обучаться дистанционно? Швеи и флористы, конечно, тяжело в этом плане. Их все-таки приходится на очное занятие выводить. Но очные занятия проводятся практически индивидуально, с соблюдением социальных дистанций, имеют предосторожности в отдельных кабинетах. Кабинетов у нас много сейчас свободных, поэтому можем расстелить по всем кабинетам отдельную группу. Ну и другие технологии, другие специальности, такие как веб-дизайн, например, там очное присутствие практически не нужно. Можно провести все дистанционно. Поэтому было бы желание у человека. Одно из интересных направлений – это открытие собственного дела, да? Открытие собственного дела – это предприниматели, которые получают по 250 тысяч после того, как они зарегистрируются в качестве предпринимателей, предоставят программу, комиссия решит, одобрит. И заключается уже… Комиссия выносит заключение для того, чтобы заключить социальный контракт с отделом социальной защиты населения. И после заключения соцконтракта гражданин идет, я так понимаю, в налоговую, для того, чтобы открыть индивидуальное предпринимательство свое. И уже после этого направляются денежные средства на счет заявителя в размере 250 тысяч. И осуществляется работа. А уже можно сказать, допустим, какое направление выбирают? Или кто на что? Ну, в зависимости от того, какую они программу разрабатывают, доказывают о том, что целесообразно. И комиссия уже утверждает, либо отказывают. То есть отказывают тоже. По какой причине? Причины разные есть. То есть гражданин, скорее всего, не смог доказать целесообразность того, что сможет организовать это дело. Поэтому так. А, кстати, вот многим отказывают? Нет, это прям совсем-совсем единицы. Но на сегодняшний день у нас заключено уже 62 контракта на открытие индивидуального предпринимательского дела. И работают, работают, работают в КФХ, покупают, вкладывают деньги, так скажем, в технику. Разные направления. То есть в основном КФХ, да? В сельской местности, наверное? В сельской местности. Есть у нас, по-моему, парикмахерскую открывали. Что еще? Ковка по металлу. Разные направления. Любое незапрещенное направление. В основном услуги, производство, в первую очередь. Мы отметили, что те, кто получает прямые выплаты, они должны отчитываться. А остальные как-то должны отчитываться? Индивидуальные предприниматели – это однозначно. То есть после заключения социального контракта они подтверждают документально о том, что они денежные средства направили на основные средства, которые они закупили, допустим. и, не знаю, вложили деньги в покупку какой-то техники, еще чего-то. То есть они подтверждают это документально. Производят отчет. А остальным, то есть, допустим, Ине, наверное, не надо, да? У нее все понятно. У нее предоставляют табели в конце месяца? Да. Там ситуация чуть-чуть другая. Во-первых, для того, чтобы мы производили выплату, для этого нужно будет подтвердить, предоставив копию приказа о зачислении на работу. И по истечении месяца там уже предоставляется табель учета рабочего времени. И на основании этих документов производится уже выплата. Мы отметили, что в этом году еще успеют малообеспеченные семьи поучаствовать в этом проекте. А вообще, как себя показал проект? То есть мы можем рассчитывать на то, что в следующем году будет продолжение? Надеемся, что будет продолжение. Мы в этом году участвуем в пилотном проекте, по которому вот у нас есть возможность... То есть не во всех регионах России? Не во всех. Не во всех. 21-22 региона у нас участвуют в пилотном проекте по России. В том числе Чувашская республика, где было запланировано 3800 соцконтрактов заключить. И на это выделяется порядка 376 миллионов рублей, которые мы, надеемся, сможем оказать помощь этими денежными средствами гражданам. То есть вы можете сказать, что проект удачный и нужно продолжать? Да, нужно продолжать помогать гражданам. В первую очередь об этом должны сказать граждане, что это удачный проект. Удачный проект. Инна, вы можете сказать, что удачный проект? Да, конечно. Такая материальная поддержка, конечно. Давайте еще раз скажем, кто может участвовать в проекте, куда им подходить, какие документы собирать. Для того, чтобы заключить социальный контракт, необходимо подойти в отдел социальной защиты населения, либо же предоставить документы через МФЦ и заключить социальный контракт. Для этого нужно сначала зарегистрироваться в качестве малоимущих. И уже в отделе социальной защиты населения совместно с специалистом решают вопрос, по какому направлению будут заключать социальный контракт. А отделы соцзащиты уже начали работать или пока еще? Пока ограниченный прием, поэтому лучше всего записаться по телефонам горячей линии, которые находятся на сайте Минтруда, на соцпортале. По горячей линии записались, пришли на прием, и там уже конкретно будут решать этот вопрос сначала о регистрации в качестве малоимущих, а потом уже соцконтракт. Спасибо всем большое за участие. Напоминаю, сегодня мы говорили о новой мере поддержки в социальном контракте. До свидания.